В прошлой серии Грек повстречал бандитов из группы могильщика. Те пригрозили убить Грека, если им продолжат искать книгу. Кроме того, нужно продолжать поиски контейнеров и еще некоторые побочные задания. Если вы смотрите не с первой серии, то лучше начните сначала. Ссылка на пол-лист в описании. Ну а я по традиции желаю приятного аппетита всем, кто ест. Пьет, а также приятного просмотра. Комментаторы зоны подсказали то, что идти нужно к некому МакКлинзу. МакКлинкс. Ну, видимо, это вот этот жирный черт, который в этом доме обитает. Я-то думаю, для чего тут нужны все эти люди и что они охраняют? Ну, теперь понятно. Но этот черт меня все еще не пускает. А, нет, теперь пускает, без разговоров всяких. Прикольно. Ну, здорово. Здорово, Грек, с чем пожаловал? Здорово, братуха, с делом пожаловал. Говори, слушаю. Могильщика помнишь? Говорили, ты разобрался с ним. Банда его здесь рядом, на поляне. Лично видел. И еще сдается мне, что жив могильщик. Мда, совсем рядом, говоришь. Опасные они. Кончать с ними надо МакКлинз. Поможешь бойцами? Хорошо, помогу. Как стемнеет, подходи. Договорились? А по поводу вещей, что? Иди отсюда. Ну, вещи, по-моему, сказали, что где-то там лежат. Я забыл, где. Что, новые объявления какие-то появились? Нет? Вроде нет. А, нет, сказали, что я кучму могу найти где-то здесь. В каком-то из подвалов. Ну, подвалов, в принципе, на этой локации не очень много. Поэтому сейчас найдем. У него-то я, наверное, и смогу узнать, где шмотки. Ну, правда, что-то куда-то я хрен знает, куда зашел. Тут никого нет по итогу. О! О! Я случайно весь свой шмот нашел, прикиньте. А бронник с меня не сняли, да? Круто, круто. Случайно, реально. Блин, надо теперь арты нацепить. Я забыл, какие у меня арты на поясе были. Потому что у меня тут до хрена обычных, до хрена те, которые на поясе висели. Ой, да что я туплю, могу прошлую серию просто посмотреть и узнать, какие у меня арты там висели. Так, ну я вроде бы все вернул, только... А, ну дозиметр-детектор еще. Все. Теперь все четко. Противогаз сними, дурак. Ну, знаете, мне тот чел уже не нужен. Зачем? Хе-хе. Ладно, поговорить с ним все равно придется. Только я его пока что так и не нашел. А вот он тот отмечается. Подожди, то есть вы хотите сказать, что он в погребе вот этом сидит? Ну, уйди, пожалуйста. А, друг меня теперь не пускает. Или пускает. Давай уже, определись, что ты делаешь. А, да, реально. Привет, до встречи. А что, диалогов нет? Сказали перед этим с МакКлинзом поговорить. Я поговорил. Ну, походу, диалога не будет, потому что я вещи сам нашел, да? Ну, ладно, но я не специально. Я реально не знал, где они лежат. Мне вроде давали какую-то наводку, но я вообще, знаете, ее как понял? То, что она лежит у меня вообще в жилище. Настолько я дебил. Вот. Но в итоге она лежала тут. Ладно, он сказал подходить ночью. Сейчас поспим. Заодно покажу сон, который просят уже многие на протяжении нескольких серий. А вы что тут сидите? Странные челы, непонятные. Ладно. Время 10 утра. Кто куда? Я спать. А, ну в этот раз не приснился сон, блин. Тут еще, видите, есть шанс присниться, не присниться. Ладно, все равно мне второй раз. Сейчас нужно будет спать. Слушайте, а это другой сон. Есть подобный сон, где тоже он в такой красной херне какой-то бегает. И только там Джей Джей сидит. А тут вообще группа стрелка, еще какие-то челы. Да, что ж, ну Джей Джея не удалось показать. Кстати, просили проверить, что будет, если Грек убьет нейтрала. Типа, вопавшись, где писала, Джей Джей бы так не поступил, а напишет ли тут что-нибудь. Нет. Грек так поступил, судя по всему бы. Не передумал? Нет. Начнем. Подумай бойцов, братуха. Вернуться на поляну. Что, мне обязательно с ними идти? Или я могу сам побежать? А где это задание? Вернуться на поляну? Повоевать надо. Проверяйте снарягу и двигаем в сторону поляны. И то, давненько затворами не щелкали. А, нас перенесло даже так. Ой, нифига, вы все оделись. Я думаю, что за дрищи с пистолетами? Что они смогут вообще? А тут вот оно как. Нихрена они умные. Я хотел проверить. Мне, ну, типа написало задание вернуться на поляну. И я решил прочекать в списке задания. Тут такого задания нет. Ладно. А, нет, есть. Вот оно появилось. Окей, погнали. Так. Что делаем? Пока что не очень понятно. Но двигаемся вперед. Добить группу могильщика. А где они обитают? В сарае? Ну, скорее всего. Тут, в принципе, крупных таких точек, где можно обитать, больше и нету. Снайпер там так и сидит. Уже лежит. В смысле? Не понял. Это он к чему? А, да тут группа, это, кстати, со всех сторон поджимает. Они прям все здания заняли. Одним сараем тут дело не обошлось. Забрать вещи душмана. Да я даже не знаю, где это душило. Где его убили вообще? Сарай, кстати, вообще не занят. Странно, отличное местечко, по-моему. А, вот это дура, по-моему. Душман. Но у него ничего нет. А где тогда его вещи? Ящик, что ли, где-то должен быть? Снайперка я также приложил. Ну, не знаю, сейчас побегаем по сараем, по бункерам этим, которые тут расположены. Но сарай не оборудован. Нафига понятно, почему они его не занимали. Так, тут можно закрыть двери. Но, правда, они не закрываются. Тут ничего нету. Кстати, на поляне еще две вещи надо будет сделать. Ой, не на поляне, а на сортировке. Вспомнил. Во-первых, меня очень много раз просили заглянуть в лужу, где в опавшей звезде два чела погибли, которые на сидрой работали. Во-вторых, я там заприметил случайно около бара. Я подходил к машине, к двери, и там была кнопка обыскать машину. Мне кажется, это все неспроста. Тут тоже ничего нету. Это, короче, какая-то урезанная версия локации из пространки. Так, где вещи-то, е-мое? Вот тут еще где-то в пространке, я помню, был подвал такой. Типа, тупо вход в скалу. Тут его нету. Ну, не в скалу, а в холм. Вот где-то тут как раз-таки. Короче, ХЗ, похоже, произошел какой-то... А, лол! Прикиньте, как сделано. Тут, короче, сохраняется ползунок. Когда вы, ну, я не знаю, когда я в каком инвентаре, скажем так, в окне обыска, да, я вот этот ползунок опустил вниз. Но он у меня сохранился в таком положении. Я думаю, что я к каждому в труп заглядываю, а он пустой. И я к душману тоже заглянул, а труп пустой. Оказывается, что у меня ползунок внизу, потягиваем вверх, и вот они у него все приколы. М-да. Что у него тут? Ключ, ключ и ключ. Понятно. Все, задание выполнено, недолговские долги. Труп нашел. Хорошо. Да-да, сейчас только посмотрю, что тут еще у пацанов есть. Вот батарейка лишняя мне будет, еще артефакты. Так, что, надо с кем-то говорить? Похоже, что нет. Тогда, наверное, просто идем в переход. Так, я вывалился в переход, группа за мной. Спасибо за помощь, братан. Есть планы на ближайшее время? Можешь что-то предложить? Натром чую, будет скоро заварушка на сортировке. Мне понадобятся люди. Подходи, перетрем. Только тройки отсидимся и потянемся на старое место. Я подойду, братуха. Угу. Ну что ж, хорошо. Ну, лошочков этих я как бы все. Так, и чем сейчас заняться? Ну, наверное, все-таки пойду, посмотрю, что там в той луже. Правда, за фабрику нужно идти. Это нужно как-то умно-хитро обходить саму фабрику. Вы должны помнить, там джерсы, они стреляют на поражение. Наверное, поговорю с барменами сейчас, попробую, посмотрю, есть ли у них там диалоги. И пойду чекну ту машину, которую можно обыскать. Все-таки мне интересно, что там. Так, вот, вот это вот. Смотрите, я подхожу, и тут написано обыскать машину. Обыскиваем. А, да. Создал интригу из ничего. Так, у этого ничего нету. Из диалогов. А Кучма, кстати, походу все сбежал, потому что нет его на карте. Оставили без присмотра, пацана. Нет, у бармена тоже нет диалогов. Тогда я не совсем понимаю, что он имел в виду, что будет заварушка на сортировке. К чему это вообще? И есть ли у всей этой истории какое-то продолжение? Пока не понимаю. Но погнали попробуем лужу обыскать. И нужно еще будет на болото сгонять как-то. Еще не забываем то, что мы ждем сообщения от Варнака. Не знаю, когда она будет, но когда-нибудь добудет. Сейчас пока что пойду в лужу. Так, как-то я тут, короче, вот так вот обошел, интересно. Ну и, собственно, выхожу к луже. Посмотрим, что тут сейчас будет. И будет ли вообще что-то. Ну только так, разве что, да. Ну тут вот грузовик какой-то утопили зачем-то. И там, по-моему, труп лежит, нет? Вот это вот что такое? Так, ну тут говно. А, КПК нашел. Ухожу. Закрой рот. А, ну у меня все научные аптечки сожрало. И круто, спасибо, Пума. Лучшая система, как бы, да. Короче, теперь без антирадов и научных аптечек. Неплохо. Че западаю, нашел. Так, КПК мертвеца. КПК дезертира. КПК Бори Симпсона. Словно КПК. Это я все видел. А где КПК, который так что нашел? Или мне, типа, занеслась инфа какая-то? Ну да, получена новая информация. Давайте почитаем журнал. Давно этого не делал. Объявление о работе. Это понятно. Найденные документы КПК. КПК Шилы. Последняя запись. Передайте при случае Нестеру Баптисту, что забрать его вещи не удалось. Что? Личные заметки. Старики-наемники. Или старик почувствовал тварь, которая убила потом лонгальера. Или действительно увидел что-то страшное. Понятно, шахматная партия. Неизвестный сталкер сказал, что здесь зашифровано число 379. Тевтона и байда. Зуб даю. Связано это как-то с Варлоком. Копателями группа водяной крысы и лаборатория Х-18. Нутром чую. И поляна. Вот это подстава. Одно успокаивает. Не похоже кучман на отморозков могильщика. Сказал, будешь ждать в Рок-кафе. Значит, мы поступим так. Забираю кучмых снарягу. Ну и надо пару-тройку бойцов потянуть, чтобы на поляне конкретно придавить душману. Всяко не двое их там. О, Макрин Зулус. Скажу, мол, банда могильщика совсем рядом. Зулус пишется в тему. Понятно. Это все понятно. Так, ну, я не знаю, зачем я нашел все это дело. И есть ли там еще что-то. Ладно, покидаю данное место. Ну и что делать? На болото идти. Сьюзбаши базарить. Больше никаких опций я тут не вижу. Давай сначала время до утра скипнем. Заодно посмотрим, может прокнет сон с Джудо. Ясно. Сны все страннее и страннее. Почему я всех в аду вижу, интересно. Ладно, увидимся на болотах. Добрался до базы и чуть не подорвался на минах. Вспомнил я то, что Юзбаши у нас довольно гостеприимный чел. Натыкал тут мин. Ну и как бы на этом все. Дурные вести у меня для тебя, Юзбаши. Шуряка твоего, Тевтона, на сортировке замочили наглухо. Уже сообщили. И знаешь, Грек, не шибко-то я и огорчен. Этого придурка все равно вымочканули. Рано или поздно. И неинтересно, кто замочил его. Дело принципа, сам понимаешь, Грек. Просто так я это оставить не могу, люди не поймут. Поговори с Галашом. Помнишь его еще? Дается мне, что довешнее смертоубийство на болотах и Тевтон как-то связаны между собой. Чуйка срабатывает. Очень может быть. Галаш? А кто такой Галаш, я забыл. А, вспомнил все. Вот тут чел, да? Который еще помог Шамраю. Я его чуть-чуть Самрая не назвал. А это что за черт сидит такой? А, он тут. Саня Галаш, вот он сидит. Сейчас бы ушел хер знает куда, ага. Помнишь своих убитых разведчиков, Санек? Еще бы, из головы не идет. Про них ничего не было, так? Не кабанажи их обшмонали. Тогда встает вопрос, кто? Если люди могильщика, то они бы и тела с собой утащили бы. Потом в пентаграмму положили бы. Или в разлом бросили. Твои разведчики, группа водяной крысы, копатели. Может еще идти в тон с байдой. Походу, все это звенья одной цепочки. Может быть. Слушай, Грек, один из группы крысы все же выжил. Катчер, знаешь его? Видел? Да только под ханкой он. Если ласты не склеил, как куришь его, Симпсон. Ну, отпустит же его когда-то, если не загнется. Грек, мне как бы совсем неловко, но может тебе стоит побазарить с ним? Ежели цепочка приведет к хрени, о которой я думаю, то можно и побазарить. Разговорить Катчера. А где он? Он также около вышки сидит или что? Катчер либо под кайфом, либо от чего-то смертельного боится. Со временем, вероятно, его отпустит. Ну, я его последний раз видел около вышки. Наверное, там его сейчас же и стоит искать. Ну, хорошо, пойдем. Так, да, он сидит все еще здесь. И разговор с ним недоступен. Хорошо, а что делать тогда? Ладно, давайте смотреть по квестам. Ну, по квестам мне чисто идти по основному сюжету в рыжий лес и все. Я больше-то и не знаю, что мне делать. А, знаете, что еще можно сделать? У меня же появились ключи. По два ключа у меня теперь, каждого вида. Может, теперь я могу на АТП сходить? Ну, я фиг знает просто. Или все-таки нужно как-то разговорить качера? Ну, как я это сделаю? Поспать около него, что ли? Или нажать на него кучу раз F? Ну, не работает. Может, я вот эту хрень сломаю, чтобы ты ее больше не дул. Ладно, допустим, я... О! А, нет, показалось. Посплю около тебя два часа. Просто лол. Ладно, загляну еще вот сюда на базу. Может, там что-то будет. О! Новое объявление? Чи шо? А, нет, это старое. Нет, этот ничего не говорит. У него только можно сайдквесты взять. Да и в целом тут разговаривать не с кем. Ладно, похоже, все-таки придется канать отсюда. Ну и давайте попробуем сходить на АТП, на кордон. Посмотрим, что там будет. Ну, я подошел ко всей этой теме. Допустим. Давай. А, этот, закроем все. Типа, мы тут впервые. Что делать? Как применять всю эту тему? На пояс вешать? Давай детекторы пока сниму. Повешаю ключи. Три вида, допустим, да? И чё? Или, возможно, все шесть нужно? Хорошо. Представим. Я повешал всё. И-и-и-и. Я не понимаю, как это активировать и что делать? И могу ли я сейчас уже активировать всё это дело? А, появилось? Смотри. Нужно было взять с собой в руки фонарик этот. И появилась вот такая хрень. Хм. Ладно, предположим. Ключи я положил. Ключи я положил. Ключи я положил. Ммм. Довертелся. Окей. И что это? Меня перенесло. Куда? Где? Давай посмотрим. Ммм. Как интересно. Меня нет на карте. Я ждал тебя. Я знал, ты придёшь. Жить мне осталось недолго. Я застрял здесь. Убери оружие. Я дам тебе то, зачем ты пришёл. Без боя. Не понял, а ты где? Что-то как-то темновато здесь. О, боже. Смотрите, если вот отсюда смотреть. Какое всё фиолетовое и синее там, да? Красиво. Слушай, мне прям нравится. Я из этого превью сделаю. Ты можешь нормально сказать, где ты, ё-моё? Потому что ты мне враг. Я твои отметки на карте не вижу. Откуда мне знать, где ты? О, это мне. Но очевидно, что где-то вот в этой части карты. Потому что тут он у меня и появляется. А, вот он сидит. Если у тебя нет ключей, тебе тоже не выбраться отсюда. Только ключи открывать врата между Патха Тадеш и нашим миром. Что это за место? Патха Тадеш. Преддверие Тадеша. Тьмы между мирами. Ты вложил ключи в скважину и открыл врата. Как отсюда выбраться? С ключами просто. Найти врата и вложить ключи. Зачем ты убивал людей в пентаграммах? Все равно ты не поверишь. Хотел закрыть брешь. Ошибся я. Ошибся? Ни хрена себе. Знаешь, что за такие ошибки в лагере делают? Не сотрясай воздух, грек. По барабану мне. Серьезные люди реально пытаются брешь залепить. Без танцев с бубном. Слушай, на псих это вроде не похож. Что ж тебя так крышу двинуло? Нельзя прочитать некрономикон и остаться в здравом рассудке, дружище. Что такое некрономикон? Артефакт из Доки 2, вообще-то. Некрономикон. Кто, зачем ты пришел? Проклятая книга безумного алхимика Абдула Аль-Хазреда. Думал я, некрономикон поможет закрыть брешь между мирами. А он лишь вызвал из Тадеша древних демонов. Что такое ключи? Это древние артефакты. Откуда они взялись в зоне, я не знаю. Возможно, нацики из Ананерби привезли их сюда, когда еще самой зоны не было. Продолжай. А что продолжать, грек? Я больше не хочу говорить. Погоди, последний вопрос. Мутный старикашка с крутой пушкой. Водяная крыса? Мутный и нутный. В холодильнике его запер. Сдох уже, наверное. Пушка его ворлок там же валяется. Только убитая в ноль. Ни на что не годится. Ясно. Тогда дашь мне книгу? Пристрели меня и забирай. Или есть предложение. Я понял, что ключи у тебя имеются. Мы вдвоем здесь. Но все равно предлагаю честный поединок. Кладем ключи и некрономикон в один ящик. Расходимся. По сигналу начинаем сходиться. Победителю достанется все. И ключи, и некрономикон. Или прямо сейчас пристрели меня и забери манускрипт. Никто ведь не узнает. Что решишь? Поединок? Че, и нахрен он мне не нужен? Но давай так и поступим. Ха. Интересно, это ты придумал, конечно. В какой ящик-то? Вы бы мне хоть пометили, потому что я не знаю, какие тут ящики есть. Или ты мне сейчас покажешь, где этот ящик? А, нет. Мне на карте все-таки показан ящик. Окей, я зря быканул. Или нет. Он не за локацию вообще показывает. Дурной, что ли? Иду на голос, ты где? А, вот ты где. В этот ящик. Понял. Все. Дождаться сигнала. Ну давай, я ухожу. Я ему ухожу. Давай номер ПНВ включен, так будет лучше видно. С чего бы мне его завалить? Да ладно, что думать, скалаша повалю. Если что, есть подствольные гранаты, надо зарядить. Или я должен занять позицию все-таки какую-то, потому что мне стрелка куда-то указывает. Нет, все-таки я должен занять позицию. А где? Почему за локацией? Что за бред? Найс, метка. О, ну я на месте, окей. Я, оказывается, мог перелезть. И что? Долго мне тут сидеть? А я не могу теперь обратно прыгнуть. Что за бред? Ну, готов. Начнем. О, наконец-то, соизволил это сказать. Только как я отсюда выберусь, друг? Ну, возможно, тут можно через вход войти. Я не знаю, если он не заблокирован. Где он, я, конечно же, не знаю. Так, ну он уже тут где-то отмечается. Но я думаю, он в этом здании сникался. Это мега очевидно. Или на крышу тут где-нибудь засел, я не знаю. Нет, его тут нет, на удивление. Но если тебя тут нет, значит, тут буду я. Так, вы его видите? Я тоже не вижу. Вряд ли он будет с включенным фонариком ходить, конечно. А, вижу, вижу. Не понял прикола. Что за цыганские фокусы? Сам сказал, все по-честному. В итоге иллюзии какие-то подсылают. Крысюк. Нормальные пацаны так не играют. Где он, блин? Тут может быть где-то. До хз. О, кстати, вот холодильник. Давай проверим его. О, боже. Вот это страшно. Метательные ножи, две штучки и записка. Записка написана простым карандашом. Жизнь утекает из меня вместе с теплом, и жизнь осталась меня от силы пару часов. Еще раньше я лишусь рассудка, и это хорошо. Как этому чертовому могильщику удается поддержать адский холод в холодильнике? Поддерживать. Хотя плевать. Могильщик, долбанный псих. Это из-за его безумных измышлений мы оказались здесь, в вечном сумраке. Он говорил, что достаточно точно скоординировать ключи в нужной точке, и откроется портал к центру зоны. Портал открылся, но не туда, куда думал могильщик, и теперь мы сдохнем. Столько трудов, столько крови, и вот финал. Старый холодильник, сломанный ворлок, адский холод. У меня есть два ножа, кованые стали. Оружие против демонов, но нет мужества вскрыться. У меня есть голос, но нет желания звать могильщика. Лучше я сдохну в одиночестве. Одно немного радует. Он сдохнет тоже, от голода и жажды. Без ключей отсюда никому не выбраться. Все, прощайте. Я постараюсь уснуть и замерзнуть во сне. Ля. Да, в натуре замерз. Так, ну и тут, короче, вот он ворлок, судя по всему, да? Да, неисправный. Возможно, его кто-то сможет починить. Черт его знает. Где могильщик? Не вижу ничего смешного. Он опять куда-то исчез. Опять не его искать. Это не дуэль какая-то, это прятки. Ну и где эта чертила? Он где-то здесь. О боже, он на том же месте появился, серьезно? А в чем прикол тогда? Почему он там хихикает вот это вот? Всякие свои приколы делает. Если он в итоге на одно и то же место постоянно идет. И сейчас ты опять сюда придешь, да? Не знаю, в этот раз его тут нету. Я думаю, взберусь повыше и увижу его. Если он на улице, конечно. Соси жопу. Так, где он опять? Единственный способ это как-то байтить, короче, его на выстрелы. Но и то план не очень. Что, может опять подо мной? Хрен его знает, я отсюда никак не узнаю. Да вроде не похоже. Придурочный, опять он бежал сюда. Так, он где-то вот в той части заспаунился. Ой, он стреляет по мне. Я его вижу, я его вижу. Сейчас все будет. Но сколько раз мне еще тебе надо пристрелить, дед? Ты надоел. Теперь он где-то тут. Или нет? Скучный квест, если честно. Все сводится к тому, что ты просто его ищешь. Потому что карта для всего этого слишком большая тут выбрана. Для дуэля 1 на 1. Помню, мы на подобной карте с Зимастером дуэлились в 2018. Эх, было же время. Вот и где он? Еще темно, ничего не видно. Сколько раз мне его еще нужно убить, я не понимаю. Да я все уже прочекал, я просто не могу его найти. Что за бред вообще? Безумно интересная дуэль, просто вообще не могу. То, что я его палю на карте где-то здесь, это очень расплывчато. И я все равно не могу найти. Я вот буквально все уже обыскал, как мне показалось. Может он все-таки реально залез тут куда-то наверх, я не знаю. У меня уже просто нет идей. И главное, он по мне не стреляет. То есть он меня тоже ни разу не видел. Ай, боже, я перезагружусь, не знаю. Вряд ли это поможет, конечно. Не знаю, для чего я перезагрузился. Что это? Это холодильник такие эффекты выпускает. Прикольно. О, что я провалился. Неужели он выдал себя? Вышел на улицу? Аллилуйя. Что-то все к этому ящику бежит, я не понимаю. Который, кстати, пропал. Ура, опять его искать. Ура, 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 давай. Это же так интересно. Ну вот опять, он где-то в центре. Вот, я постоянно его в центре карты только он отмечается. Но где? Я без понятия. Может он вообще за АТП спавнится? Не, ну вряд ли тогда бы он у меня отмечался. Хотя черт его знает. Наконец-то, наконец-то я его убил. Просто, наискучнейшая дуэль. Шок. Все, забрать ключи и манускрипт. Час идет запись. Наверное, полчаса из них я с этим придурком сражался. Тут бегал. Где этот ящик? Вот он. Все, манускрипт. Ну и ключики. Здание выполнено один на один. Круг, похоже, должен быть где-то тут, да? Или где? Чертова знает, как отсюда выбраться. Отдать манускрипт синоптику. Но это мы позже сделаем. Так, а как теперь отсюда выбраться? Куда ключи класть? Вот тут где-нибудь? У ворот? Да нет. Я думал, у входа так же, где я вошел. Но что-то там ничего не появилось вроде, когда я побегал с фонариком. Нет, тут вообще ничего нету. Могу, конечно, по приколу вот до стены добежать. А, а, реально. Кодовый замок. Что за кодовый замок? 165-488. Сенсорный нумпа. Отожми, не боись. Допустим. Найс, пасхалки. Ну, походу, это реально пасхалка какая-то была просто. По-другому я на это отреагировать не могу. Ну, как вариант, может быть, тут круг открывается. Тут же были всякие пентаграммы. И тут, когда я сижу в этой комнате, небо фиолетовое. А, да. Ну, окей. Сейчас опять мои любимые звуки. Мне, кстати, нравится музыка, которая на фоне всех этих звуков появляется. Она прикольная. Скиньте фул. Ну, вряд ли существует фул, на самом деле. Хотя, черт его знает. Так, все. Я заспаунился на обычном АТП. Пацаны вообще ни о чем не подозревают. Ну, что ж. Ну, немного это было увлекательно. Так, относительно. Ну, тут теперь понятно, где ворлок. Где вся фигня. Теперь мы можем отдать манускрипт синоптику. Дальше что мы можем сделать? Да и все. А, ну, может, качер разговорится. Не знаю, посмотрим. Ну, в общем, на этом я, наверное, буду заканчивать. Потому что записываю уже час. Посмотрим, чем займусь в следующей серии. Пока что не очень понятно. Вот, блин, не люблю такие моменты в модах, когда не совсем понятно, что делать. Ну, с одной стороны, у меня всегда есть дорога прямо по сюжету, да, типа. Идти в заброшенный бункер долги или как он там. Но, тем не менее, блин, должно же как-то получить продолжение вся этой истории. Где, например, синоптика искать? Я забыл. Ну, я и не помнил, на самом деле. Тем не менее. Ладно, посмотрим. Комментаторы зоны не из такой задницы меня вытаскивали. До свидания.